Друзья, привет! Вы на канале Бога Лесо и в этом видео мы с вами посмотрим актуальную шину на 2020 год, как это ни странно, Michelin XS Nord 2. Да, Michelin'овцы решили выпускать все вообще, мне кажется, модели, которые можно только выпускать в этом сезоне. Они выпускают XS Nord 4, они выпускают XS Nord 3, они выпускают XS Nord 2. Вот XS Nord 1 я как-то не видел, но вот у меня есть четко такое ощущение, что они легко могли бы выпускать и первую версию тоже. Тем не менее, так как шина актуальна и сейчас, и видео по этой шине нет у нас на канале, мы ее с вами сегодня и посмотрим. Ну, конечно же, оценим все технические моменты, что сам Michelin говорит об этой шине, посмотрим на форму шипов, глубину рисунка протектора, измерим жесткость состава смеси по шору и так далее. Но, собственно, давайте начнем с рисунка протектора. Что мы видим? Мы видим с вами направленный рисунок протектора, это очень хорошо видно. Здесь нет ярко выраженного продольного такого центрального ребра, какого-то монолитного, поэтому явно шина тому же XS Nord 4 будет, конечно, в курсовой устойчивости немного проигрывать. Но на сайте Michelin сейчас, на 2020 год, в общем-то написано две основных темы. Первая тема это то, что шина будет очень хорошо работать в рыхлом снегу. И вторая тема, что шипы, которые расположены в 12 рядов, будут весьма неплохо удерживать автомобиль, обутывая эти шины на льду. Ну, в общем-то, я вижу по этому протектору, что действительно самая его главная тема это рыхлый снег. Потому что, посмотрите, водоотводных канавок просто тьма, через которые шина, конечно же, будет очищаться и от снега. Не только от слякоти или воды, например, которая может быть при около нулевых температурах, но также, собственно, и от снега. И давайте измерим глубину рисунка протектора, сделаем, как всегда, два измерения. Полная глубина, посмотрите, это 9 мм, и это достаточно серьезно. Ну и второе измерение давайте сделаем до ограничителя, то есть до индикатора износа. Вот он, посмотрите, такой бугорок. Если вы не знаете, что это такое, то это то, когда шина до него и затрется, собственно, до этого бугорка, шину надо заменить. 7,3 мм, и это достаточно серьезно. Если вы не знаете, как вам найти этот индикатор износа, то вы можете найти на боковине шины вот такой вот бибендум. Бибендум это логотип, собственно, Мишлена. И увидите, истерность вашей шины, пора ли ее заменить или нет. Есть еще так называемые зимние индикаторы износа, посмотрите, они также обозначаются вот здесь вот такой вот снежинкой. И вот он, этот индикатор. Что он говорит нам? Нам он говорит о том, что шина будет уже терять свои зимние свойства, то есть именно до этого места нарезанной ламели. И так бывает на большинстве шин, но только не на Мишлене. Мишлен поставил этот индикатор, потому что он должен его поставить в соответствии с европейскими нормами, но и которые тоже в России, собственно, применяются. И вот что интересно, на Мишлене они, посмотрите, прорезают ламели просто до самого конца. Я надеюсь, вы это видите. Это, конечно, потрясающе. Вот за что можно покупать Мишлен, вот за что можно переплачивать. Потому что, несмотря на то, что состав смеси мягкий, об этом мы с вами поговорим, но даже ламели, посмотрите, нарезаны как глубоко. Да, я вот, честно говоря, сейчас впечатлился. И, кстати, снор 2 не самая дорогая шина уже сейчас, в 2020 году. Потому что и, кстати, снор 3 эти стоят дороже, 4 стоят дороже, как апеллиты тем более и так далее. И, тем не менее, есть вещи, которые даже сейчас очень впечатляют. Сама же нарезка ламели из средней частоты, посмотрите. Но канавки действительно очень широкие. Эти канавки вот в этих частях, именно в боковых, они нужны для чего? Чтобы цепляться за снег лучше. И посмотрите, здесь еще есть дополнительные вот такие вот зацепы, которые будут помогать выгребать шины из снега. Также из снега будут помогать выгребать вот эти части, которые, видите, имеют тоже некоторые зацепы. Плюс ко всему, эти зацепы будут помогать в колейности. Допустим, я уверен, что у вас несколько раз в зимний сезон получается так, что вам нужно выпрыгнуть из колеи. И именно вот эти части, которые, кстати, отличают зимнюю шину европейского типа от скандинавского, именно эти части будут помогать вам выпрыгивать еще и из колеи. Конечно же, все это весьма и весьма неплохо. Но вот сказать шип сам по себе, он вообще не впечатляет. Посмотрите, он такой кругленький. Кстати, к шипу перейдем сейчас. Давайте измерим ширину канавок в самом, собственно, широком месте. И это у нас получается, ну, порядка 8 миллиметров. Да, канавка очень широкая, и это плюс. Потому что и выводится слякоть, вода будет очень хорошо. Будет очищаться шина сама по себе хорошо от снега. И будет цепляться она тоже очень хорошо. Дифирамбы я пою Мишлену, честно говоря, не часто. Но в этот раз, это, знаете, мое. Я люблю вот такие вот не очень дорогие вещи. Не самые дорогие, но весьма и весьма качественные. Единственное, что шип, конечно, здесь немножечко расстраивает. Потому что он действительно очень примитивный, кругленький, обычный. И ничего в нем такого экстраординарного нет. Но, в общем-то, и шина уже сейчас не является топовой. Ну и, кстати, посредством вот этого нашего прибора мы еще можем посмотреть, насколько же шипы выступают из рисунка протектора. Выступают они, ну, почти на миллиметр. 0,86. Я думаю, что это миллиметр, учитывая наверняка имеющуюся погрешность этого прибора. То есть, сами шипы, посмотрите, сидят действительно, ну, вот так вот еле видно. И это хорошо. Хорошо это в плане того, что шина будет не очень шумной. Шина будет бережно относиться к асфальту. Не знаю, насколько в нашей стране это кого-то заботит и трогает. Но вот меня лично качество асфальта определенно заботит. Ну вот, в целом, по протектору можно сказать, что даже для 2020 года протектор очень и очень крут. И давайте измерим жесткость состава смеси протектора по шору. Будет любопытно. Итак, мы сделаем три измерения и выведем среднее. Первое измерение 46,5 единиц шора. Второе измерение 49, третье измерение 48,5 и среднее это 48 единиц шора. Но если хотите, могу для вас ее еще вот так вот помять. Посмотрите, она действительно очень и очень мягенькая, эластичная. То есть, вообще, ну, типичный, в общем-то, мишлен. И вы видите, посмотрите, действительно состав смеси очень и очень мягкий. Всего лишь 48 единиц шора. Это первое место в нашей таблице, ну, по крайней мере, на момент съемки. И шина действительно имеет очень мягкий состав смеси, шина эластичная. О чем и говорит сайт Мишлен. Они говорят о том, что технологии в составе смеси переименены такие, чтобы шина сохраняла эластичность при любых, в общем-то, минусовых температурах зимой. Чтобы была не только комфортная, но и хорошо цеплялась. Блин, прям как реклама Мишлена. Извиняюсь, вот на нашем канале всегда хочется сказать что-то такое, вот, ну, какой-то минус выявить, на что стоит обратить внимание. Но здесь я пока, честно говоря, особых минусов не вижу. Может быть, по шипам стоит сказать, что они должны как-то вылетать. Но здесь, в отличие, кстати, от X-Ice Nord 3-го, с шипами было все, ну, плюс-минус в порядке. Их здесь, кстати, не очень много. В отличие, опять же, от X-Ice Nord 4-го, например. Но это все даст нам, конечно же, лучшее сцепление с асфальтом, потому что все-таки зимняя шина используется и на асфальте тоже. Ну и давайте, наверное, перевернем эту шину и посмотрим все технические маркировки, которые указаны на боковине. Шина такая немножечко, видите, замызганная. Но это просто от того, что я ее не подготовил, потому что клиент вот-вот уже подъедет. А я понял, что, собственно, X-Ice Nord 2-го на канале нет. И я вот в попыхах снимаю, честно говоря, это видео. Итак, начинаем. Ну, Michelin. Понятно, что это, собственно, Michelin. M плюс S обозначает то, что шина будет великолепно вести себя на слякотных поверхностях. M это мат, то есть грязь. S это snow. И мат плюс snow, грязь со снегом, это, как правило, слякоть. Соответственно, дальше. Такая снежинка в трехпиковом холме обозначает то, что шина зимняя. С 2018 года Европейский Союз обязал всех шинных производителей ставить на все зимние шины вот такую вот маркировку. А до этого она обозначала то, что шина имеет минимально допустимый зацеп со снегом. Дальше указывается, опять же, Michelin. Michelin себя любит. Две буковки EV. И вот такие вот пустые окна. Я не исключаю, что здесь могло быть что-то написано, если бы шина сертифицировалась для продажи в США. Но, видимо, как я понимаю, что эта шина не сертифицируется для продажи в США. Но пресс-формы, в общем-то, остались такие. Просто здесь ничего не наносят. Я, честно говоря, не очень уверен, шипы вообще сертифицируются в Америке или нет. Это надо, на самом деле, уточнить. И, возможно, выведу титр вам специальный, когда уточню. Ну, давайте поедем дальше. Вонинг. Но, на самом деле, вот это чисто американская тема. Здесь написано, что шину не надо одевать ни на какие другие диски, кроме как 16-го диаметра шины. Что ее не надо перекачивать и так далее. Здесь указана модель шины. Так, так, так. Снова Michelin. Конечно же, как же не написать еще раз Michelin. Tubeless обозначает, что шина бескамерная. Radial. То, что она радиальной конструкции. Буква X обозначает Green X. Green X у Michelin обозначает то, что шина щадяще относится к природе. Обладает низким сопротивлением к качению. То есть, она экономичная, но и так далее. То есть, Green. Зеленая линия, так скажем, шин. Ну, и дальше тоже нечто похожее на американскую такую вот надпись. То, что не надо одевать на диски 16,5 дюймов. Не знаю, вот у нас такие, наверное, и даже не продаются. Потому что я их не видел просто-напросто. 205-65-16 размер. 205 это ширина в миллиметрах. 65 это высота профиля в процентах от ширины. То есть, чтобы узнать, сколько здесь, вам нужно 205 умножить на 65%. И вы узнаете, сколько же здесь в миллиметрах. R это радиальная конструкция шины. И 16 это посадочный диаметр в дюймах. И чтобы узнать, сколько здесь, вам нужно 16 умножить на 25,4. R не обозначает радиус. Давайте не будем называть размер шины радиусом. Потому что у шины есть только посадочный диаметр. Дальше я вам говорил о Green X. Вот еще раз продублировано. Еще раз продублирована снежинка в трехпиковом холме. Много здесь, кстати, еще продублировано. Буквка E2 обозначает, что шина сертифицирована для продажи в Евросоюзе. И сертификат она получила во Франции. Что логично. Michelin французская фирма. И это номер сертификата. Дальше повторяется размер. И 99T Extra Lot. Это индекс максимальной нагрузки и скорости. Итак, T обозначает, что на шине можно разогнаться до 190 км в час. Но делать это, честно говоря, я вам не советую. Я советую руководствоваться правилами дорожного движения. Из-за травового смысла. Потому что на зимней дороге до 190 разгоняться просто не нужно. И 99T обозначает то, что индекс максимальной нагрузки. Это 775 кг на одну шину. Или 3 тонны 100 на комплект. То есть бешеная такая абсолютная цифра. И Extra Lot обозначает то, что шина имеет повышенный, собственно, этот индекс. А шина без Extra Lot в этом же размере будет иметь индекс максимальной нагрузки. На 3 единицы меньше. То есть 96. Что для комплекта будет обозначать 2 тонны 840. Но давайте перевернем шину и посмотрим, что же есть на другой стороне. Какие есть маркировки, которые не продублированы. Конечно же, здесь мы обязательно сейчас найдем страну производства. И дату выпуска. Потому что все остальные маркировки, посмотрите, продублированы. Кстати, еще не сказал о маркировке Stadet. Stadet обозначает, что шина была шипована в заводских условиях и не поставляется без шипов. Допустим, если бы здесь было написано Stadble. Такое иногда бывает. Это означает то, что шина может продаваться, эксплуатироваться без шипов. И это будет зависеть от региона, где шина продается официально. Об этом, кстати, отдельное видео у нас тоже, в общем-то, есть. Давайте найдем страну производства и дату производства. Так, значит, произведена шина была в России. И вот здесь, помимо всех продублированных маркировок, есть вот такие вот с виду непонятные символы. 22EV, 044X. Собственно, 22EV обозначает, где шина была произведена. А была она произведена в России, собственно, как мы с вами уже видели. В Орехозуевском районе, деревне Давыдова. Именно там стоит завод Мишлен в России. 044X это номер партии. 2719 обозначает, что шина была произведена на 27 неделе 2019 года. То есть, учитывая, что видео, да, честно говоря, друзья, видео снимается в декабре 2019. Но я, в общем-то, говорю вам уже про 2020 год. Потому что 2019 года, да тут осталось совсем чуть-чуть. И шина, естественно, свежая и актуальная. Именно так можно посмотреть всегда дату производства шины своими собственными глазами. Ну, собственно, по боковинам вроде бы закончили. Давайте взвесим эту шину. Мы посмотрим, сколько же она весит в размере 205, 65, 16. И скоро к нам, кстати, придет прибор, который мы будем измерять в миллиметрах. Толщину боковины будет очень здорово. И, конечно же, друзья, чтобы видеть все эти нововведения в наших видео, которых очень много. Поэтому подписывайтесь на наш канал, если вам нравятся такие видео, вы считаете их полезными. И поставьте лайк этому видео, если оно вам уже понравилось. Потому что все это, друзья, дает нам лучшую мотивацию делать эти видео и дальше. Ну, ладненько, давайте взвешивать. Итак, шина в размере 205, 65, 16 весит 10,5 килограмм. Друзья, это легкая шина. Она действительно легкая, она действительно экономичная. В общем-то, Green X, как сами мишленовцы и говорят. Что же можно сказать по итогу? Как же можно резюмировать? Но я однозначно скажу, что если вам нужна в суровых условиях каких-нибудь зимы, допустим, где минус 20, может, минус 30, доходите даже минус 40, и лежит много снега, конечно же, это ваша шина. Я думаю, что она вам исключительно понравится. Стал бы я ее брать в условиях южных регионов, Москвы и южнее. Ну, вы знаете, я все-таки больше здесь, у нас в Ростове-на-Дону, и в целом по югу. Склоняюсь все-таки больше к фрикционной шине, к липучке так называемой. Шипы мне здесь кажутся немножко неуместны. Но если вы вдруг проживаете в районе Санкт-Петербурга, или Восточный, Екатеринбург, Урал, ну и так далее, или Кольский полуостров, допустим, то, безусловно, я думаю, что эта шина вам очень понравится. Я бы ее, учитывая, что она все-таки актуальна и до сих пор производится, приобрел. Но есть один маленький момент. Сколько она будет еще производиться? Вот здесь, конечно, вот большой вопрос, потому что, а вдруг мне нужно будет купить одну шину? Сколько вы ее будете, Мишленовцы, производить, учитывая, что все-таки модель далеко не новая? Я не знаю. Но в целом, если этот момент опустить, то шина классная. Даже для 2019, конца 2019 и 2020 года, она все-таки очень мощная. И я думаю, что многих своих конкурентов в этом ценовом диапазоне она все-таки может одолеть. Учитывая, что в 2011 году тесты, которые проводились, она там, конечно, была прямо на уровне, топом, и занимала очень много первых мест в различных тестах периодических изданий. Ну вот так вот, друзья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на наш канал и пока-пока.